Работа над ошибками теперь выше крыши. Отремонтировать кровлю четырех хрупцовских многоэтажек подрядчик должен был еще два месяца назад. После скандальной истории с прохудившимся шифером, взамен которого рабочие не положили ничего. Но работы начались только сейчас, и то после вмешательства регионального оператора. Для жителей событие хоть и долгожданное, но не обошлось без замечаний. Крыши, претензии у меня нет. А вот слив, чтобы он к земле был пониже. Жители опасаются, что короткая труба может спровоцировать подтопление стены фундамента. На исправление всех ошибок местные власти дают короткий срок. И расчет с подрядной организацией, заявляют в администрации, запланирован не раньше весны. Оплата не будет произведена подрядной организацией, пока они не устранят все замечания жителей данного города. Всем жителям, которые пострадали в результате действия подрядных организаций, необходимо сегодня письменно обратиться в региональный оператор. А в Бийске региональный оператор взялся за лифты. Правда, в Наукограде кабины было решено не заменить, а отремонтировать. В программу попали 20 лифтов. Цена вопроса – 26 миллионов рублей. Денежные средства – это деньги собственников, которые платят за фонд капитального ремонта. На счет регионального оператора. И расходуются они именно на ремонтные работы. То есть на кровли и, в частности, в настоящее время на ремонт лифтового оборудования по городу Бийску. Кстати, в последнее время в городах края, в том числе Бийский и Рубцовский, повысились показатели сбора взносов в фонд капремонта. Это наглядно показано на сайте регионального оператора. В целом, по краю, за один год собираемость увеличилась более чем на 20%. Остается надеяться, что расходы окупят со своевременным ремонтом. Рубцовскому подрядчику, чтобы закрыть крыши, осталось 10 дней. Екатерина Гаськова, Наши новости.